И начинаем сразу же с эксклюзивного материала самого пекла войны. Более 20 единиц техники уничтожили украинские десантники менее чем за неделю. Россияне пытались прорвать наши позиции под небольшим селом Новомихайловка, что на юге от Донецка. Теперь этот населенный пункт – новая точка противостояния. Село стратегически важное, ведь расположено в направлении дороги, соединяющей густонаселенное Курахово и избитый войной Углидар. Которые также неоднократно и безуспешно пытались штурмовать россияне. Как именно жгут и испепеляют российскую технику воины 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, увидела журналистка ТСН Юлия Кириенко. Смотрите ее репортаж прямо сейчас. Выстрелы артиллерии заставляют нас двигаться быстрее. Украинские пушки стреляют со всех сторон. Противник массово лезет. Противник массирово налезет слева от Новомихайловки, справа пробуют обойти. Этот расчет артиллеристов тоже готовится к бою. Дроны уже поднялись в небо, так что сейчас будет работа. Сейчас под выстрелы нашей дальнобойной артиллерии присоединяется еще и прикрывать нашу пехоту британская гаубица, потому что снова россияне пошли в наступление и штурмуют наши позиции из техники. Горячий снаряд разрывает морозный воздух. В штабе контролируют его прилет. Здесь на экране хорошо видно, где двигается враг. Иди, 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 правило по этой посадке левее. Сильно, блядь, смело заходим. Вражеские боевые машины пехоты одна за другой пополняют кладбище уничтоженной техники под Новомихайловкой. Так массировано это небольшое село россияне штурмуют уже неделю. Десантники 79-й Таврической бригады из раза в раз подбивают каждую, которая пытается прорваться на помощь. Уже сожгли около 20 бронемашин. Командиры в штабе не спят много дней подряд. Техника в основном заезжает танчик, за ним заезжает Беха. Бывает МТЛБ выгружает пехоту и откатывает. Но танчик еще ни один не откатился, там у нас осталось. Противника здесь восстаневаю, работаем. Бойстрел. Этого выстрела достаточно, чтобы подбить еще одну вражескую боевую машину. Артиллеристы 79-ки довольны. Очередную штурмовую группу россиян они только что разбили. Это вообще снайперская пушка, которая стреляет точно в цель. Наша куколка. Но бой еще не закончен. Теперь дело за пехотой. Благодаря дронам бои можно наблюдать в реальном времени. Вот сейчас видим, как по лесополосе враг приближается к нашим позициям. Группа из 12 россиян пытается их штурмовать. И это после того, как линию обороны пытались прорвать своей техникой. Такого количества россиян на этом участке фронта не было давно. А оккупантам поступило усиление. 155-я бригада морской пехоты с Дальнего Востока России. Они заточены на войну в такие морозы. Правда, у наших бойцов есть еще одно объяснение, почему так настойчиво они идут в наступление. Звание мясных штурмов. Вчера по одному напрямку. Это так называемые мясные штурмы. Вчера по одному направлению 7 или 8 групп двигалось. Несмотря на то, что мы их там артиллерией постоянно разбиваем. Они продолжают свое движение. Я не знаю, как так могут люди просто идти, несмотря на кишки своих собратьев. И так продолжалось до вечера. Вечера в перехватах читали, что их отказников ожидают ФСБшники и так далее. Но они продолжают штурмовать наши позиции. Это где-то так. Вот и штурмовики, которым лучше умереть, чем оказаться в руках ФСБ. Батя – это позывной оператора ударного дрона. Он подлетает к группе врагов и разбивает их напрочь. Черные воронки от прилетов, снарядов и движения вражеской техники хорошо видно с неба. Это последствия очередного боя под Новомихайловкой. Завтра будет еще один, говорят десантники. Потому что оккупанты пытаются захватить деревню, чтобы выйти на соединяющую Углидар и Курахова трассу. До сих пор бойцы 79-й бригады, которые два года подряд держали соседнюю Маринку, стоят здесь нерушимо.